Стоит отметить, что у свертки можно сделать шаг не один, а два. То есть сейчас мы делали шаги размером 1. Мы брали свертку в каждом пикселе, сначала вот в этом пикселе, затем вот в этом, затем вот в этом. Мы можем делать свертку с шагом 2. То есть сначала вот в этом положении делать свертку, затем вот в этом положении, затем вот в этом. И вместо того, чтобы считать свертку на следующем ряду, мы можем пропустить следующий ряд и делать свертку уже вот в этом положении, дальше вот в этом положении и так далее. И тогда у нас получится несколько другой результат, а именно вот такой. У нас получится, что наше изображение результирующее будет поменьше, чем то, которое у нас было. Мы пропустили, соответственно, вторую и четвертую строки и второй и четвертый ряд. Эти положения сверток мы пропустили. Этот параметр называется шаг свертки или по-английски stride. Если мы поставим stride равным 3, то мы будем сначала вычислять вот в этом положении. Свертку у нас получится шестерка. Затем мы будем делать 3 шага. Раз, два, три. Следующая свертка будет вот в этом положении. Соответственно, у нас будет четверка. Дальше мы попытаемся сделать еще 3 шага. И здесь у нас ничего не будет. Мы вышли за границу. Дальше мы можем перейти к следующему ряду. Но поскольку мы делаем stride 3, то мы пропускаем 2 ряда. И только в третьем ряду мы начинаем с самого начала ряда. Вот в этом положении мы вычисляем свертку. У нас получается значение 8. Дальше делаем 3 шага. Далее делаем вот в этой точке еще одну свертку. У нас получается результат 2. Вот так будет работать свертка со stride 3.